Всем привет, друзья! Сегодня вспомним о жизни и творчестве талантливой советской и российской эстрадной певицы, народной артистки РФ и заслуженной артистки Украинской ССР Тамары Мьянцаровой в девичестве Ремнева. Незабываемый миловидно-детский лирический сопрано Мьянцаровой в совокупности с непорочно улыбчивой внешностью сделали ее одной из самых узнаваемых певиц отечественной эстрады. И, конечно же, многие с легкостью вспомнят такие шлягеры, как Черный Кот и Рыжик, которые навсегда отложились в нашем подсознании. Но не все знают о том, почему карьера Тамары Георгиевны внезапно прекратилась, и ее отовсюду начали убирать. И сегодня мы попробуем в этом разобраться. Тамара Георгиевна Мьянцарова родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевск. Сейчас это Кропомницкий, Украинская ССР, в творческой семье, где мать выступала на оперной сцене, а отец играл в театре. Но ее родители вскоре расстались, а затем началась война. Так что детство Тамары счастливым назвать трудно. Но это не помешало ей осуществить свою детскую мечту и поступить на фортепианное отделение в Московской консерватории, которую Тамара окончила в 1957 году. Также Мьянцарова со второго курса занималась факультативно еще и на вокальном отделении. Затем Мьянцарова какое-то время работала руководителем оркестра при Гетиси. А после она ушла на эстраду и стала выступать с сольными номерами. Первой победой певицы стала премия на третьем всезоюзном конкурсе артистов эстрады, которую она получила за исполнение вальса Штрауса. Позже Тамара вспоминала. На всезоюзный конкурс артистов эстрады я пришла как музыкант, а уходила уже певицей. Спела там просто так, без надежды на успех. И вдруг завертелась, закрутилась. Параллельно с успехом на эстраде у певицы складывалась, а точнее не складывалась, личная жизнь. Ее первым мужем стал пианист Эдуард Мьянцаров, который уже имел большую известность, снискав успех на первом конкурсе имени Чайковского. Он был очень талантливым музыкантом, но обладал не самым лучшим характером. Был эгоистом и жил только музыкой. Мьянцаров сразу предупредил Тамару, что он не хочет детей. Но она его не послушалась и в 1956 году родила сына Андрея. К сожалению, брак это не спасло. И когда началась певческая карьера Тамары, то она уже развелась со своим супругом. Начав выступать на эстраде, у Мьянцаровой возникли проблемы с репертуаром. Потому что ни один композитор не спешил сочинять для нее шлягеры. Тогда Тамара стала исполнять чужие песни. И эта тактика принесла ей международный успех и серьезные проблемы в СССР. Певица брала музыку из зарубежных радиоэфиров и заказывала их адаптацию. Так в Советском Союзе появились знаменитые песни «Летка, Йенка». Бабушка научит танцевать Чарлстон. «Буду я прилежной ученицей, давай, папушка, ну давай, давай, говорю тебе». «Фабричная труба» и «Рыжик». «Руды-руды-руды-руды-руды-ри», а по-русски «Рыжик», «Руды-руды-руды-руды-руды-ри». Песни в исполнении Мянцаровой звучали на новогодних концертах и на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 году. На следующий год она выступила на польском фестивале в Сапоте, исполнив песню «Пусть всегда будет солнце». «Пусть всегда будет небо». А в 1964-м весь Советский Союз уже отплясывал под шлягер про черного кота. «Говорят, не повезем, если черный кот дорогу переведет». Последний безусловный успех Мянцаровой случился в 1966-м на конкурсе эстрадной песни «Сот стран дружба». На фоне больших успехов в творчестве личная жизнь певицы продолжала складываться крайне неудачно. Вторым супругом Тамары в 1967-м году стал еще один музыкант, которого звали Леонид Гарин. Это был очень короткий брак, продлившийся ровно полгода. Тамара Мянцарова не знала, что ее муж изменяет ей с певицей Вероникой Кругловой, которая на тот момент была супругой Иосифа Кобзона. Но самое интересное, что во время развода Гарин потребовал у Мянцаровой квартиру. И то им пришлось вступить в кооператив, чтобы у бывшего мужа была своя жилплощадь. В 1968 году Мянцарову начали планомерно убирать с эстрады. Почему это произошло, она так и не узнала. Но из интервью с Тамарой Мянцаровой становится понятно, что она могла попасть в немилость у чиновников от культуры. Меня не раз приглашали в жюри Сапотского фестиваля. Намечалась поездка в Южную Америку. И вдруг из списка на эти гастроли меня вычеркнули. А когда я стала выяснять почему, придумали отговорку. Якобы кому-то не хватило места. К тому времени я была уже лауреатом шести международных премий в филармонии различных городов СССР. Буквально дрались за меня, зная, что зал будет полным. Меня выдвинули на звание заслуженной артистки. Но документы вдруг бесследно исчезли. Мянцаровой пришлось уйти из Москонцерта. Она стала невыездной. Записи с его песнями были размагничены. И в тот момент помощь пришла из Украины, где певица была очень популярна. Тамаре предложили работу в Донецкой филармонии, где она собирала аншлаговые концерты и делала кассу. В Украинской ССР песни Мянцаровой постоянно звучали по радио и ТВ. И на волне такого успеха ей было присвоено звание заслуженной артистки. Правда новых песен у Тамары не было в течение 12 лет. Она выступала со старыми, но проверенными шлягерами. На Украине Тамара Мянцарова в третий раз вышла замуж. Но отношения на этот раз не были официально зарегистрированы. Ее избранником стал Игорь Хлебников, звукорежиссер и администратор концертной группы. В этом браке была рождена дочь Екатерина, которая в дальнейшем стала поэтессой. Но Хлебников вел себя не по-мужски и распускал руки. В итоге Тамара выставила его с вещами за дверь. Четвертым и последним супругом Тамары Мянцаровой стал уроженец Винницы, скрипач Марк Фельдман, который был на 23 года моложе певицы. В начале 80-х Мянцарова вернулась в Москву, в надежде покорить советскую эстраду. Но в России певицу забыли. И ей даже не смог помочь Иосиф Кобзон. Про Тамару вспомнили лишь в конце десятилетия, на волне перестройки, когда в моду стали входить ретто-артисты, особенно пострадавшие во время репрессий. В конце жизни у певицы были большие проблемы с сыном, который постоянно что-то делил со своей матерью. Другие дети забыли великую певицу. Сам Андрей говорит, что ее нынешний муж Марк Фельдман изолировал ее от внешнего мира и никого к ней не пускает. Сама Тамара Григорьевна в очень тяжелом, ужасающем состоянии. Тамары Георгиевны Мянцаровой не стало 12 июля 2017 года в Москве. Артистке было 86 лет. Но зато продолжают жить замечательные песни в ее исполнении, которые будут восхищать и очаровывать еще не одно поколение отечественных слушателей. Друзья, всем спасибо за внимание. Кому было интересно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Мне будет приятно почитать. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok